так давайте продолжать значит мы с вами принципе наверно закончится статье уже тут конце просто приводится примеры того как где это применялось то есть видно что они идут достаточно обширный фронт тех мест для не применяли таких заводов почему-то в россии оказался китайский город ну ладно неважно в принципе по этой статье все там дальше у них начинаются уже какие-то ну тут еще интересно мне тут пишут что собственно удалось добиться с помощью такой системы то есть они смогли благодаря применению этих подходов на основе нейронной сети там уметь увеличить точность вернее снизить снизить ошибку примерно на 1 миллиметр для заготовки что в целом там позволило сэкономить определенные доли процентов материала но несмотря на то что там такие достаточно маленькие цифры все это вытекает довольно большие суммы то есть грубо говоря там у вас завод металлургический который там прокатный делает прокат то есть вы создаете листы в этом какие-то ну там у него там многомиллионные миллионные миллионы миллионы долларов короче говоря он там приносит у него вот если вы там даже какие-то доли процентов удается вам выжить из этих то есть дополнительно повысить эффективность вашего производства и какие-то там доли процентов сэкономить да то есть это вырастает на самом деле в какие-то сотни тысяч долларов которые с лихвой там окупают все вот эти вот научные исследования которые здесь были все эксперименты которые проводились вот есть такой своего рода иллюстрация того что в целом сложные системы позволяют все-таки двигать бизнес вперед повышая эффективность производства есть это не просто какие-то абстрактные картинки абстрактные модели статьи это некоторые уже практическое применение вот ну это было такое погружение в такую промышленность вот сейчас мы посмотрим другую статью другой пример системы управления на базе нейронной сети это уже из области связанной с робототехникой то есть она достаточно благосклонно относится к сложным алгоритмам в том числе к нейронным сетям очень часто очень многие первые там нейронные сети применялись именно в робототехнике как некоторая идея того как это например в живых организмах используется ну вот здесь такой тоже пример такой конечно в первую очередь научный значит научно-экспериментальный то есть к автору они пытаются собрать такого робота шестилапова который базируется на различных идеях того как реальные насекомые функционируют вот то есть они используют такую такое понятие как хипиджи это значит сейчас точно уже не помню как они расшифровываются смысл в том что это некоторые такой генератор сигналов который задает ритм движения робота вот они берут пример из как раз нейробиологии где известно что в мозгу там многих животных есть такой компонент как генератор паттернов то есть это некоторый такой осциллятор или на некоторый такой колебательный элемент который создает определенные импульсы с определенным определенным циклом вот и эти импульсы они используются того чтобы задавать ритм движения то есть например если там кошка идет определенным шагом у нее есть определенный ритм там она может галопом бежать может рысью бежать вот в зависимости от того как она двигается есть определенный паттерн электрического сигнала который возникает у него в мозгу и этот паттерн он используется как раз это биологическая система для того чтобы задавать ритмы движения ног то есть ноги они как такие некоторые таких не могу сказать что вторичные компоненты но они как бы такие периферийные компоненты и они подчиняются общему ритму движения то есть там грубо говоря там в реальной биологической системе у вас управление строится так иерархически то есть у вас есть там локальные нейроны которые управляют самой ногой там кошечки вот а есть грубо говоря там группы нейронов которые управляют в целом оркестрируют движение всех ног например вот я как раз эта оркестрация она происходит за счет вот этих вот генераторов то есть которые создают определенный шаблон движения вот а дальше уже в конкретной ноге происходит адаптация к тому что собственно происходит то есть там есть в биологической системе есть нервные окончания которые например чувствуют когда там лапа коснулась земли и соответственно это становится сигналом для такой локальной корректировки то есть целом как бы вот эти все идеи которые там в кибернетике есть там про многоконтурность про иерархическое построение они взяты из собственно из реальной жизни то есть из биологических систем где тоже существует определенная иерархичность в систему в том как происходит управление вот здесь как раз такой пример такого шагающего робота не шагающий он состоит из по сути они моделируют некоторого таракана у которого есть шесть лап и есть еще такое соединение шарнирная между передними двумя лапами и задними чтобы он мог еще так вот изгибаться вот они вот такой вот построили такого робота и у них еще есть вот модель то есть виртуальная модель которая этого робота моделирует вот они на ней строят всякий эксперимент у них основная идея стоит в том что они на они обучают целый набор нейронных сетей настраивают их на виртуальной модели чтобы потом перенести все это на реального робота то есть чтобы грубо говоря не на реальному роботе экспериментировать чтобы все эксперименты все всю настройку нейронных сетей производить на виртуальной модели с робототехника это очень хорошо работает, потому что есть множество пакетов, которые позволяют вам промоделировать механику, промоделировать препятствия, моделировать там покрытие, то есть в этом плане достаточно хорошая инфраструктура существует, то есть можно брать эти готовые пакеты, можно закладывать, создавать там модели своих роботов, описывать некоторую геометрию этого робота, геометрию окружающей среды, там двигатели, датчики, все, что необходимо, вы все можете это все в виртуальной среде создать, и к тому же можете еще подключить туда же, по каким-то стандартным протоколам, подключить программу управления вашим роботом, то есть с точки зрения программы вообще разницы не будет, тем управляете вы симуляцией или управляете реальным роботом, то есть она будет одна и та же программа, просто показания датчиков будут приходить с некоторого виртуального робота. Вот они этот подход используют для того, чтобы проиллюстрировать то, как все это работает и производить еще предварительную настройку, то есть прежде чем, грубо говоря, ну, как и в реальной жизни, у вас там есть некоторая наследственность, то есть у вас там при рождении заложены некоторые алгоритмы, грубо говоря, в голове, как нужно жить, как нужно работать, вот, и есть еще приобретенные навыки, которые уже вот на базе того, что у вас заложено, в процессе обучения, там, роста вашего, вы это все используете вместе с там текущими какими-то навыками, вот, то есть тоже такого рода аналогия. Они как раз используют вот эту вот виртуальную модель для того, чтобы сделать такую некоторую, заложить некоторые основы этого робота, вот, чтобы потом в реальности он уже адаптировался к реальности, базируясь на тех знаниях, которые были заложены в него на этапе вот проектирования. Вот, то есть такая вот у них идея. Вот, система управления, значит, собственно, как она строится, да, то есть у них есть, она многоконтурная, то есть у них есть вот этот нижний уровень, который, по сути, это вот как и в, только что мы вот на предыдущих лекциях рассматривали, там, у Сименса, да, у них тоже есть уровень локальных систем управления, где нет никаких нейронных сетей, ничего сложного нет, то есть там просто механика, моторы, какие-то, может быть, локальные регуляторы, которые обеспечивают, ну, грубо говоря, по рабочей точке они обеспечивают определенное движение. Вот, дальше у них есть уровень чуть выше, который обеспечивает текущую адаптацию. Значит, ну, здесь они это называют, значит, поиск и подъем. Ну, то есть, грубо говоря, там идея состоит в том, что у вас таракашка, когда вползет, он, если, он как бы лапой общупывает впереди, ну, он как бы слепую бежит, да, у него, по сути, лапа является сенсором. Он, грубо говоря, там бежит, 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 он чувствует, когда у него лапа соединяется с землей, грубо говоря, касается земли. И то же самое они, короче, говоря, сделали для робота. То есть, у них на каждом лапе, у них находится датчик касания, который показывает момент, ну, вернее, показывает, когда лапа уперлась в землю. Вот, таким образом, они могут корректировать сигналы, которые приходят с верхнего уровня, которые вот как раз этим шаблоном движения, то есть, этой оркестрацией задается для того, чтобы, например, бегать не только по ровной поверхности, когда вот тут робота научили бегать по ровной поверхности, вот, а чтобы он мог, например, бегать еще и по, там, какой-то шероховатой поверхности, чтобы он мог, там, препятствия перепрыгивать, там, и так далее. То есть, грубо говоря, у них вот есть такой уровень текущей адаптации, который, ну, по сути, позволяет вам скорректировать эти высокоуровневые сигналы ритмов движения к реальности. То есть, грубо говоря, каждая лапа, она живет своей собственной жизнью, и если она видит, что реальность расходится с тем, что, там, ей сверху приходит, она начинает, там, какие-то локальные тактические изменения делать в поведении, чтобы, соответственно, адаптироваться к текущей ситуации, потому что датчики находятся именно вот на лапах. Значит, верхний уровень, чуть-чуть выше уровень, это такой уровень стратегического планирования, ну, не стратегического планирования, он, скорее, такой тактического планирования. То есть, он позволяет... То есть, лапа, на самом деле, она достаточно глупая, она вот, что вижу, то и делаю. Что мне дают, то и делаю. Вот. А есть еще чуть более верхний уровень, который пытается прогнозировать развитие событий на основе тех данных, которые есть, и на основе того высокоуровневого оркестратора, который задает ритм движения. Соответственно, она реализована, вот эта часть реализована как как рекуррентная нейронная сеть, мы еще о ней поговорим дальше, которая... Задача которой можно просто прогнозировать поведение каждой конкретной лапы. То есть, где, в какой момент, например, произойдет столкновение с землей. Вот. И есть еще вот высокоуровневый сигнал. Красота. Тут оркестратор, тут генератор паттернов, который задает ритм движения робота. То есть, у вас есть шесть лап, их нужно как-то между собой координировать. Вот как раз он отвечает за задание некоторого ритма. Это тоже такой пример с аналитической моделью нейронной сети, да, из прошлых лекций. Здесь вот вместо аналитической модели есть вот такой генератор ритмов, который задает общую стратегию движения. То есть, у вас есть там движение рысью, у вас есть движение галопом, у вас есть прыжки, то есть, у вас есть просто шаг какой-то. То есть, разные ритмы движения задаются с помощью этого паттерна. То есть, это такой вход, который, грубо говоря, ну, при отключенной нейронной сети, теоретически можно настроить такой генератор для того, чтобы он управлял роботом. И там, даже если посмотреть, там простейшие роботы, какой-нибудь там, не знаю, на Хабра-Хабре какой-нибудь пример робота там с Алиэкспресса. Вот, они как-то так и функционируют. У них есть просто какой-то генератор сигналов, который задает ритм, там, движение крабом, движение, там, не знаю, галопом. Вот, там, конечно, нет никаких нейронных сетей, там просто вот стоит генератор, который выдает определенные, там, синусоиды, там, или что-нибудь еще. И, в соответствии с ними, там, начинают двигаться вот эти вот моторчики. То есть, он так беспорядочно двигается, да, но при этом за счет вот этого ритма у вас происходит движение вперед, там, движение назад, там, и так далее. Это такие самые примитивные системы. Вот, для того, чтобы это более было, как бы, чуть-чуть лучше работало, да, вот применяют уже вот такие более сложные системы, например, которые основываются уже на прогнозировании того, как, собственно, вот эти вот, вот этот ритм будет контактировать с реальной поверхностью. Вот, и, во-вторых, то, как поведение конкретной конечности скорректировать, исходя из того, какие у вас есть показания датчиков. Вот, то есть, вот такая вот хитрая система для построения этого робота. Вот, ну, можно пару слов поговорить про нейронные сети, да, то есть, у нас есть, по сути, две нейронных сети. Первый – это генератор вот этих паттернов, то есть, генератор шаблонов движения, да, вот этой оркестрации ритма того, как робот функционирует. Это нейронная сеть, причем она достаточно простенькая. Это, грубо говоря, набор специальных импульсных функций. У каждой функции задан определенный момент времени, когда она делает выброс, ну, грубо говоря, условно говоря, есть 0, и есть один значение, да, вот они тут пишут, что выход вот этой функции, да, это, на самом деле, выход нейрона, пропущенный через гиперболический тангенс, то есть, он может взять минус 1 на 1. Вот, значит, есть коэффициенты у каждого такой функции нелинейной, вот, и есть еще некоторые смещения. То есть, грубо говоря, у вас вот нейронная сеть состоит из, то есть, тут нет уже большого количества слоев, на самом деле, просто каждый, просто один есть слой, в этом слое вот есть нелинейные функции, это тангенс гиперболический, от входа самой функции, то есть, это такая рекуррентная сеть. При этом, за счет того, что у вас все значения от минус 1 до 1, у вас эта система, она является устойчивой, то есть, несмотря на то, что она рекуррентная, да, то есть, это некоторая динамическая система, она является устойчивой только за счет того, что у вас выход всегда в пределах единицы. То есть вы не можете сделать выход больше единицы. А, но единственное, что у вас есть, видите, еще некоторое смещение, которое может, тем не менее, задавать определенный выход. Но за счет того, что у вас функция все-таки гиперболическая, то есть больше единицы она не может быть, соответственно, у вас и выход, он ограничен всегда. То есть максимальное значение это вот количество нейронов, количество вот этих элементов, помноженное на весовые коэффициенты и прибавленное сюда. Вот это максимальное значение, которое можно выдать. То есть она в некотором таком канале находится. Вот канал задается вот этой вот константой, да, и весовым коэффициентом. Вот такая вот простенькая нейронная сеть, описывающая как раз вот эти вот паттерны. То есть, как нейронная сеть движется. При этом это динамическая система, то есть она зависит от самой себя, выход. Ее выход зависит от самой себя, от входа, да, то есть вернее вход является, выход является одновременным входом нейронной сети. То есть, такая замкнутая система, это φ, оно является аргументом это вот функции тета который потом перемножается складывается и еще двигается уровень вверх-вниз вот она позволяет задавая вот эти коэффициенты добавим матрицу коэффициентов задавая количество этих элементов это задавая момент времени t когда происходит выброс они то не мы его не даете это параметр как раз таки потому что сеть рекуррентным вот издавая уровень вы можете регулировать то как собственно вас будет выглядеть ваш ваш генератор шаблонов генератора движения то есть координация отдельных лап значит как они ну здесь на самом деле они задают некоторые пред 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 определенные значения то есть определенную структуру закладывают значит у них есть шесть лап значит на каждую лап это понимание задают свой собственный коэффициент вот и задают определенное соотношение между коэффициентами для того чтобы в итоге получить какой-то один параметр определяющий то некоторые мета параметр которые ну кроме говоря про проводя ряд экспериментов они подбирают определенные параметры для каждого типа движения для прыжков будет один параметр для ходьбы рысью будет другой параметр для движения там галопом будет третий параметр вот это являются такими это параметрами которые по сути с верхнего уровня приходит то есть там какой-нибудь бортовой компьютер говорит давай к рысью беги там или давай начать прыгать начинай прыгать вот у них в этом плане коэффициент они имеют предопределенные значения которые в целом не нужно никак настраивать они их выбирают эмпирически они тут ссылаются некоторые статьи где для вот этой модели предлагались разные параметры с помощью которых можно регулировать ну переключаться между режимом скажем перейти из режима движения галопом в режим рысью вот это тоже определенная такая набор коэффициентов и того как те коэффициент должны меняться между собой чтобы происходило такой плавный переход между разными режимами вот это как бы первая нейронная сеть которая генерирует эти вот шаблоны движения вторая нейронная сеть уже имеет более сложную структуру значит она есть такой понять как резервуар то есть для каждого для каждой ноги то есть задача которая решает эта нейронная сеть стоит том чтобы прогнозировать поведение каждого каждого сочленения в этой в этой системе для того чтобы соответствовать вот этому вот шаблону движения которые генерируются вот исходной нейронной сети то есть выходы вот этого шаблона движения они они являются входами каждого во первых является входами каждого сочленения да которые есть в каждой ноге получается их 3 на 6 до 18 сочленений плюс еще вот это сочленение вот и дополнительно к ним есть еще или еще является входами вот этих вот резервуаров которые вносят корректировку под каждую конкретную каждую конкретную ногу то есть на каждую ногу есть свой резервуар который отличает например одну ногу от другой то есть шаблон сдает общее движение вот каждый резервуар позволяет адаптировать поведение отдельной ноги то есть вы выделить ее роль в рамках этой общей системы вот резервуар он построен приносливающим образом то есть есть у вас некоторые множество нейронов то есть это рекуррентная сеть которые все там друг на друга заведены все нейроны друг на друга заведены вот и они там как-то беспорядочно себя ведут то есть там среди коэффициенты в первом приближении они являются случайно случайными в итоге когда вот сюда подаете некоторый сигнал на вход временной у вас они превращаются такой у некоторых клубок траекторий хаотических вот которые внешне выглядит как просто некоторый общий бардак такое броновское движение вот и есть еще в этой сети так называемый выходной слой это обычная линейная линейная функция которая берет на вход выходы всех вот этих случайных случайно блуждающих нейронов и перемножает на набор коэффициентов потом это суммируется и получается некоторый вот временной сигнал который уже несет определенную смысловую нагрузку вот и как раз особенность этой системы в том что вы обучаете только выходной свой то есть вы по сигналу ошибки обучаете только выходной слой а все внутреннее обучение вы производите на таком некотором мета уровне то есть некоторые задавая параметры ансамбля то есть там грубо говоря у вас и можно выделить например там не знаю обеспечивает необходимое разнообразие возможности возможных траекториях а вот эта часть является некоторым таким селектором, то есть обеспечивает селективность из этого многообразия. То есть оно выделяет нужные куски вот этого вот бардака для того, чтобы на выходе получать траекторию необходимого вида. Вот, это, с одной стороны, позволяет вам достаточно сложные функции реализовывать, временные, временные зависимости. С другой стороны, обладает очень простым алгоритмом обучения, потому что, по сути, у вас только настраиваются коэффициенты выходного слоя, которые являются линейными функциями. То есть сам по себе алгоритм обучения очень простой. У вас есть набор входов и есть желаемый выход. Вот, это просто обычная подгонка. Вот, но за счет того, что у вас эти выходы, они очень и очень сложные могут быть, то есть там тысячи этих нейронов, каждый ведет там себя как-то по-своему, все друг на друга, то есть у них очень сложное поведение, вот, которое, тем не менее, индуцируется достаточно простым генератором шаблонов. Вот, оно позволяет вам строить вот такую систему прогнозирования временного ряда на основе некоторого входного воздействия, то есть некоторое возбуждающее воздействие, которое приводит движение вот этот вот, вот этот кубок траекторий. Из него вы методом обучения знаете, как выбирать нужные значения, чтобы получать желаемый выход, то есть, по сути, подогнать траекторию к тому, которую вы ожидаете получить. Вот, то есть такая вот хитрая система. Значит, сама по себе вот этот кубок, он выглядит следующим образом, то есть это тоже система с обратной связью, то есть здесь есть тоже разностное уравнение, то есть новое значение зависит от предыдущего значения. Вот, при этом оно является стухающим, то есть предыдущее значение, оно умножается на коэффициент меньше, чем единица. Соответственно, сама по себе, она как бы сама себя гасит. Вот, но за счет того, что у вас есть внешнее возбуждение, вот B, по моему, да, по-моему, B, оно, а нет, вот U, это внешнее возбуждение, то есть, по сути, выход генератора шаблона в движении. Значит, за счет этого у вас она все время находится в некотором таком движении. То есть, пока у вас на входе что-то есть, у вас находится движение. Как только у вас вход исчезает, у вас пропадает любое движение, то есть оно начинает затухать. Вот, то есть такая вот система с внешним возбуждением. И дальше здесь особенность в том, что все эти коэффициенты настраиваются однократно и настраиваются, исходя из некоторых статистических параметров. То есть, грубо говоря, они тут проводят ряд экспериментов. То есть у них изначально, когда они случайным образом эти коэффициенты распределяют, тут, например, они берут, у них есть нелинейная функция, которая, функция R, которая берет выход каждого нейрона, пропускает его через тангенс гиперболический, перед этим этот выход масштабируется, и это становится входом, опять-таки, для нейрона, тоже для нейрона, но тут для всех нейронов. То есть все нейроны подаются, все связаны со всеми. И вот каждый нейрон, он передает другому нейрону, и в том числе самому себе, некоторая зависимость вот с помощью вот этой функции тангенс гиперболического масштабирования и смещения. Вот потом есть еще дополнительные коэффициенты, коэффициенты усиления, есть еще отдельные коэффициенты входов. Вот все они настраиваются статистически, то есть просто берется, например, сначала случайным образом выбирается значение, да, каким-то определенным образом, и у них получается случайный вход, выдает случайный выход. Вот они там определенные, вот у них тут где-то описан определенный метод, как они это делают, они называют это, то есть определенные закономерности, которые тоже они в литературе ссылаются. Сейчас не будем на этом останавливаться детально, надо отдельно разбираться. С помощью вот этих методов они могут, например, регулировать вот это вот распределение, то есть входной, подавая, например, случайные входы, они получают определенное статистическое распределение. Вот. И это статистическое распределение получается вот при определенных различных параметрах. В этом состоит вот обучение без учителя, то есть они обучаются не на какой-то заранее предопределенной выборке, они просто пытаются получить некоторые статистические характеристики вот этого вот резервуара элементов для того, чтобы обеспечить определенную, ну, как бы улучшить качество уже обучения вот этого выходного слоя. То есть определенная многобратность. То есть задача вот этого резервуара — обеспечить необходимое разнообразие. Они это разнообразие пытаются обеспечить за счет вот изменения вот таких вот метапараметров в нейронной сети, которые они настраивают, ну, там они ссылаются просто на какие-то тут эмпирическая методика какая-то, да, выбор вот этих коэффициентов. Вот. Но на самом деле просто можно это, например, делать экспериментально. То есть вы подаете случайный шум на вход, смотрите, какой у вас получился выход, да, дальше что-то подкрутили, тут можно просто перебором, например, случайным образом выбирать параметры и смотреть, вот этот параметр, например, будет лучше, да. Вот такая, такого вот рода у них настройка этого внутреннего резервуара для того, чтобы получить необходимые свойства. Вот. Они тут показывают, да, что вот, например, они тут частоты пытаются. То есть у них изначально там были определенные частоты. Вот. После того, как они чуть-чуть подкрутили параметры, вот эти метапараметры, да, у них сразу так восприятие, что-то, они обеспечили необходимое, необходимое многообразие для своего вот резервуара. Вот. Дальше их задача стоит в том, чтобы обучать уже выходной слой, то есть когда они обеспечили необходимое разнообразие траектории внутри этого резервуара. И задача настроить вот эти вот выходные нейроны, которые будут формировать уже функцию прогнозирования того, как, собственно, каждое из себя сочленение будет вести в зависимости от момента движения. Вот. На каждом сочленении у них есть один такой нейрон. Этот нейрон описывается линейной функцией. То есть это просто, сейчас, это у них, это у них, где-то здесь было. То есть они просто берут все нейроны и, вот они, да, они берут все выходы всех нейронов, да, и перемножают на матрицу коэффициентов, ну, или на вектор коэффициентов. То есть каждый нейрон имеет свой собственный вес в значении выходного нейрона. Вот. Таких выходных нейронов у них много, то есть вы можете сколько угодно их сделать здесь. Вот. У них вот три. На каждую ногу у них по три сочленения, поэтому на каждое... На каждое сочленение у них есть вот такой-то набор этих нейронов. Вот. И есть еще, конечно, такой элемент позиционирования, то есть те, которые константный уровень выдает, вот, который затем подает, ну, пропускается уже через интегратор, да, и выдает некоторые, ну, по сути интеграл считается, и выдает некоторые значения того, насколько там, например, этот вот шаблон, движение ошибается с тем, как должна двигаться нога. Вот. Значит, обучение вот этого выходного слоя тоже достаточно простое. То есть у вас есть реальные показания датчиков там по истории, и есть то, что по истории выдавалось с помощью этой нейронной сети. Вот. И здесь просто простая ошибка, и прямо вот сразу можно по градиенту вычислить, как нужно скорректировать вот эти весовые коэффициенты, чтобы получить ошибку свести к нулю. Вот. То есть в принципе все достаточно просто. То есть видите, вот алгоритм корректировки коэффициентов, он очень простой. То есть это просто текущее значение минус вот ошибка, помноженная на вот эту вот сумму ошибок реально. Вот. В принципе тут с обучением вот этого выходного все просто. Вот. И у них еще есть еще один элемент. Это уже не нейронная сеть, это такой метод такой текущей адаптации, который состоит в том, что по мере, да, ну вот они как обучают, да, у них есть эта модель, они задают определенный шаблон, и на движении по прямой поверхности, вот по такой, да, они определяют, то есть без пока всяких препятствий, они настраивают коэффициенты выходного слоя для того, чтобы ноги, то есть чтобы прогнозировать точно попадание ноги в тот момент, когда вы спрогнозируете. То есть грубо говоря, у вас есть модель виртуальная от этого робота, и она движется, например, по прямой, по полской поверхности, вот. Есть шаблон движения, то есть там, например, рысью, шагом, там рысью или там галопом, например. Вот, то есть это момент контакта ноги с поверхностью. Значит, и вот задавая такой ритм исходной модели, они получают некоторый отклик в виде того, когда конкретно нога касается этой поверхности. Вот, и используя этот отклик с тем, который прогнозирует вот эта вот модель с резервуаром, они могут настроить вот эти выходные коэффициенты для того, чтобы поведение, поведение вашей, ну, прогноз вот этой, выдавая вот эту моделью, соответствует тому, что реально происходит при моделировании вот этого вот виртуального робота. Вот таким образом они достраивают эти вот весовые коэффициенты. Так, ну давайте, сегодня, наверное, у нас время уже выходит. Значит, мы тогда в следующий раз закончим с этой статьей. Значит, там надо будет еще нам посмотреть, как устроена вот эта вот последняя, последняя компонента. Вот, и дальше потом будем двигаться уже на следующую тему. Так, ну давайте-то через неделю продолжим. 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 Продолжение следует...